всем большой привет рада вас видеть у себя на канале я вчера была в икее мне нужно было купить несколько вещей для работы по мелочи и проходя через отдел с рамками конечно же я не могла пройти мимо мое любопытство меня туда завело посмотреть что есть может быть что-то интересненькое ну и конечно же я нашла для себя кое-что интересное были вот такие вот представлены рамки у которых есть стандартный размер эта рамка идет с паспорту размер рамочки 30 на 40 с паспорту 20 на 29 и у меня сразу в голове начинают всплыли мои отшитые работы дизайны и один дизайн мне показалось что он подойдет без примерки без подготовки я так примерно прикинула что ну должно быть хорошо рамка это деревянная она очень тяжелая и ездить белая паспорту которая при необходимости можно покрасить или покрасить по крайней мере срез чтобы придать какой-то яркости и живости но я паспорту не буду скорее всего использовать она пойдет для одной работы я надеюсь она подойдет это примерно прикинула мне показалось что должно подойти и это мои розы от rto романтичный букет так по моему назывался этот наборчик я сейчас хочу самостоятельно вставить мою работу в рамку и соответственно покажу что же у меня получилось я сейчас взяла задник и проклеила белой бумагой чтобы не было просветов пока задник сушится я тут немножко провожу такую примерку нашла свои вышивки и бисером помните мои ракушки приложила и посмотрите идеально подходит и паспорту и рамка и смотрится ну как бы так даже неплохо я не знаю что вы думаете по этому поводу может мне купить еще две рамочки и оформить мои ракушки и ну может быть я сейчас их куда-то не повешу может быть и повешу почему бы и нет вот у меня еще вторая такая строкушка вы две у меня ракушки паспорту можно подкрасить хотя и не надо в белом все смотрится очень даже хорошо создается такая глубина а давайте попробуем и вот эту ракушку посмотрите как хорошо смотрится мне нравится может быть эти ракушки как раз и ждали эти рамки не встреча случилось скорее всего я вот так смотрю смотрю мне нравится я поеду куплю наверное еще две рамочки оформлю и мои ракушки тоже вот такие рамки прикольно а вот посмотрите еще вариант с моими рыбками тоже смотрится неплохо посмотрите какая рамочка то универсальная ко всему подходит очень интересно может быть этих рыбок оформить не знаю прям конечно да я согласна багете будет оригинально будут использоваться разные цветные рамы и паспарту и все что угодно совсем другой вариант тоже вот мне кажется имеет место быть в зависимости какой интерьер можно и оформить вот ракушки мне очень понравились прям я их на них посмотрела совсем по-другому к этим рыбкам может быть и не так подходит ну давайте посмотрим а что мне еще может подойти сюда ну вот попробовала я приложила эту рамку и к моей работе риолис в принципе тоже можно что-то придумать есть очень края остаются со всех сторон что-то здесь нужно будет мудрить с паспарту как-то заделывать края нет 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 эту работу я не хочу так оформлять когда вышлица пара это будет оформление в багетной мастерской потому что я ее очень люблю и хочется мне эти две картины оформить как-то оригинально так ну что петух сразу говорю не подойдет он квадратный здесь рамка 30 на 40 дай-ка я посмотрю еще одну работу вот так приложила я рамочку к моему берч пойнту конечно смотрится прикольно особенно на камере она вот так подчеркивает очень выгодно цвета но но нет сюда нужно темную раму паспарту по другому эта рамка подходит только к работам у которых нет четких границ здесь четкие границы нужно хорошая натяжка ну тоже вы видите какая хорошая рамочка вот берите на заметку если у кого есть икея рядом вот такие рамочки можно очень удачно использовать для каких-то своих работ так пойдут посмотрим может быть подсох задник ну вот я натянула уже мою работу на основу мне немножко не хватило двустороннего скотча он представляете закончился совсем кусочек вот по уголке заклеить но это я уже сделаю завтра любом случае сегодня я хочу ставить и посмотреть что получится мне кажется у меня получилось ну просто идеально распределить мою работу нам на подложке все отцентрировалась хорошо и теперь давайте приступим уже непосредственно к оформлению и так я вставила мою работу стекло конечно предварительно явно еще раз протерла азык сам вот и ведь здесь мне не хватило скотча ну временно я хочу просто вот так подложить здесь обычный лист который и был вставлен в эту рамку просто чтобы закрыть какие-то уголки вот так зажать ну а уже завтра я докуплю скотч и хорошенечко все это закрою можно еще проклеить строительным скотчем таким бумажным он хорошо держит все эти края так ну и так дать я тоже посмотрю мне кажется получилось очень даже неплохо камера настроилась великолепно ну наконец-то я нашла место где нет бликов подобрала такой ракурс потому что все-таки стекло обычное и соответственно и бликут и отражает мне очень нравится результат рамка сюда и идеально подошла прям я даже не ожидала что будет так здорово и конечно же вот только сейчас мне приходит мысль что нужно купить и вторую рамочку на запас так как я планирую вышивать парный набор от rto это раненкулес и мне кажется будет очень очень здорово и его сейчас особенно на камеру когда она подчеркивает краски и создает их более естественными очень здорово смотрится все вписалась идеально и глазомер мой меня на удивление не подвел я очень хорошо распределила раздела расцентровку моей вышивки здесь ваза немножко смещена вправо есть много разных бутонов поэтому как бы здесь нужно было очень аккуратно и и распределить работу мне кажется у меня все получилось здорово замечательно единственное сейчас мне получится повесить нужно чтобы пришел муж и сделал мне вот этот крючочек который там есть как-то мне его отогнул или может быть что там еще придумаем и где-то найду место повешу эту картину и теперь будет она меня радовать вот так вот неожиданно она у меня оформилась нашлось решение само собой я этому очень очень рада так приятно видеть свои картины на стенах желаю вам девочки находить тоже такие простые решения в этом тоже есть своя прелесть когда можно вот скажем так экономным способом что-то оформить и очень даже достойно хорошего вам настроения ну и конечно же до новых встреч пока пока